В канун новогодних праздников принято щедро одаривать не только самых близких, но и всех знакомых. При этом сюрпризы вовсе не должны быть дорогими, гораздо важнее внимания и желания порадовать приятной мелочью. Позаботиться о подарках следует заранее, чтобы в канун нового года не тратить десятки часов в очередях крупных супермаркетов. По словам заведующей кафедры маркетинга Института управления экономики и финансов Натальи Каленской, своей актуальности не теряют книги, а именно в жанре фэнтези и кулинарии. Также в моду входят атрибуты славянской мифологии, обереги и другие особенности этой тематики. Самым популярным на данный момент подарком по праву являются предметы быта и интерьера, создающие в доме уют. Особо хочется отметить аксессуары, которые связаны с уютом в доме. Это всевозможные посуда, пледы, текстиль, свечки, рамки, все, что создает уют и атмосферу. Следующий момент, это безусловно, все, что связано с бытовой техникой, это умные колонки, это бытовая техника, все, что связано с всевозможными телефонами, IT, мы понимаем. Но с другой стороны, я хочу отметить то, что любой подарок всегда должен исходить от человека. Если вы хотите сделать человеку приятно, нужно очень хорошо знать его привычки, его хобби, его образ жизни. Отталкиваясь от общепринятых вариантов, всегда можно проявить оригинальность и креатив в выборе подарков на Новый год. Благодаря общепринятому мнению о подарках, которые могут показаться кому-то бесполезными, люди придумали уникальный способ не заставлять своих близких ломать голову и помочь им выбор действительно нужные вещи. С вопросом о пожеланиях мы обратились к студентам Казанского федерального университета и выяснили, что же они хотят получить на Новый год. Получить я хочу, думаю, из подарков. Из подарков это какие-то уходовые средства, какой-то крем, может быть, можно новый парфюм. Потому что я люблю собирать новые ароматы. И думаю, что-то новогоднее, и какие-то сувенирчики, какие-то кружечки. На Новый год я бы хотел получить море впечатлений, очень хорошо провести, встретить, точнее, Новый год с друзьями. Эмоции и счастье, чтобы близкие люди были рядом. Даже не знаю, что хотел получить. Наверное, что-то не что-нибудь новогоднее. То есть это не то, что я хочу на день рождения, какие-нибудь прикольные плюшки, а что-то, что будет создавать новогоднюю атмосферу, праздник. Вообще, наверное, хотелось бы больше свободного времени, сдать поскорее сессию и насладиться прекрасным временем. Новый год, на самом деле, я в общежитии живу. Очень хочется что-нибудь теплое, уютное, чтобы просто было какое-то новогоднее настроение конкретно в общежитии. Именно вся суета новогодняя, чтобы это все было дома. Вывод же напрашивается такой. Дарить своим близким стоит то, что сами считаете нужным. Ведь не существует универсального подарка, который так или иначе подошел бы каждому. Ориентироваться необходимо на желание и предпочтение, а также принимать во внимание особенности взглядов и мировоззрения получателя подарка. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Универ Новости.